Железнодорожные переезды области возьмут под видеонаблюдение. Для автовладельцев новация станет дисциплинирующей мерой. Ведь их нарушения будут фиксироваться и станут основанием для штрафа или даже лишения прав. По вине легкомысленных водителей переезды остаются зонами риска, а Нина Свечникова продолжает. Эти фотографии с места аварии на переездах. В прошлом году на Северной железной дороге было 13 таких ДТП. С начала этого года еще 6. При этом 3 человека погибли, 6 получили травмы. Самая крупная авария на Якшанке, где автомобиль столкнулся с грузовым составом. Неосторожность при переезде стоила жизни пассажирам легковушки. При аварии грузовой состав сошел с рельсов, цистерны перевернулись, произошла утечка метанола и возник пожар. Пострадало там 3 человека. Все, кто ехал в автотранспорте, 2 человека погибло. Водитель, он остался жив и получил серьезные травмы. На Северной железной дороге за интересный период уже произошло 6 дорожно-транспортных происшествий и общий ущерб порядка 18 миллионов. Задержка поездов порядка уже 29 часов. Это один из переездов с современным оборудованием, устройством заграждения. Такие барьеры способны остановить даже самых отъявленных лихачей. Но из 160 переездов области сегодня так оборудован только 21. Подобные барьеры требуют постоянного присутствия человека. Большинство же переездов неохраняемые и дежурных на них нет. Здесь уже надо уповать на внимательность самого водителя и его готовность соблюдать правила. Ведь секунда, сэкономленная на железнодорожном переезде, может стоить очень дорого. Поезд – это большая масса, которая остановиться не может сразу же. И машина, она легкая. Если автомобиль, тем более легковой, легкие машины, они не сминаются постоянно с такими поездом. Самые печальные последствия, если выезжают на переезд перед поездом транспортные средства, которые перевозят пассажиров. В этих случаях, конечно, количество пострадавших и жертв, оно очень большое. В ближайшее время ряд переездов будут оснащены видеокамерами наблюдения. Попавшим в их объектив, нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей. Или лишение права управлять транспортным средством до полугода. Нина Свечникова, Владимир Чернов, Городской телеканал.